2009 год – это год двухсотлетия вхождения Финляндии в состав Российской империи на правах автономного Великого Княжества Финляндского. О взаимоотношении двух государств в мнении директора окружной организации Западной Финляндии Общества Финляндия-Россия Сея Лала Ристеля. Здравствуйте, Сея. Здравствуйте, Андрей. Я вас поздравляю с таким праздником, как отмечаете столь значительное событие. У нас отмечается это событие, ведь наш президент Тарья Халонен, она уже съездила в Швецию. Там они вот уже начали всякие торжественные мероприятия. И в этот раз, как вы знаете, мы поменяли местами с вашим президентом. Он приехал к нам, а я к вам приехала. Вот, и опять вот там госпожа президент Халонен и ваш президент, они вместе тоже отмечают вот тот юбилейный год. Вот. У нас организуются разные культурные мероприятия, концерты и так далее. И, как вы знаете, вот следующий российско-финляндский культурный форум будет состоится в Сюктывкаре в конце октября. И там семинар, тема семинара будет посвящена тоже на этот юбилейный год. Не будем обережать события. По моему мнению, Финляндия и Россия вот в последнее время стали активно сотрудничать. По вашему мнению, с чем это связано? Я думаю, что, может быть, Финляндия возвращается постепенно на те связи и сотрудничество с Россией, как и всегда было. Но, как вы знаете, Финляндия поступила в Европейский союз, вот, перпочтительно 15 лет назад. И мне кажется, что мы немножко забыли про нашего хорошего соседа. Я думаю, что мы просто возвращаемся на вот те хорошие отношения и торговли, в торговле все растет и так далее, как и было у нас. Достаточно пройдет некоторое время и все станет на свои места. Все-таки ваше мнение о финногорских народах, регионах в Российской Федерации. Все ли, как вы считаете, все ли у них в порядке? Вот у вас ведет сотрудничество с ними? Да, вот я веду уже четвертый год, обучающий проект финно-угорских национальных организаций. И хотя я не специалист по этой тематике, вот все-таки накопила немножко опыт уже о том. И могу сказать, что все-таки не уж так плохо все. В течение трех лет, когда мы вели этот проект по финно-угорским регионам, вот через наши руки обучались около 200 человек. Они были представителями из разных народов. И я думаю, что все-таки там есть надежда на сохранение языка, культуры и так далее. То есть у вас есть молодые активисты, очень хорошие. Кстати, вот а гранты проекта, они как-то вот реализуются или в ближайшее время какие будут? Да, вот сейчас именно в настоящий момент в другом здании идет обучающий семинар финно-угорских национальных организаций. А в этот раз вот этот проект будет длиться до 2011 года. И финансистом является финанский культурный фонд. И они, вот участники семинара, они учатся тому, как правильно создать мини-проекты. Этот большой проект не выдает маленькие гранты, но тем не менее, вот они могут свои гранты тогда направить другим финансистам и найти таким образом источников для себя. Вот по вашему мнению, в чем нужно развиваться, как нужно сотрудничать именно в культуре, в экономике? В чем? Даже трудно сказать, даже трудно ограничивать, чтобы какая-то отрасль не была бы такая важная. Даже трудно сказать. По-моему, мы должны развивать наше сотрудничество по всем отраслям. И по торговле, и по культуре. Потому что, все-таки, я считаю, что, чтобы хорошо бизнес у нас шел, нужно понять культуру разных стран. Без этого никаких результатов мы не достигнем. Спасибо, Сея, за интересную точку зрения. Спасибо большое, Андрей. Добро пожаловать в Финляндию, на страну Асьор, на страну Асьоров. Терватулу Асуамен, как я его, Андрей. Спасибо за приглашение. Мы обязательно приедем порыбачим. Напоминаю, это было мнение о взаимном сотрудничестве Финляндии и России директора окружной организации Западной Финляндии, Общества Финляндии и Россия, Сея Лало Ристеля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...